Здравствуйте, подписчики и гости канала! В этом видео рассмотрим экструдеры для производства готовых завтраков. Их еще иначе называют варочными экструдерами. Мы рассмотрим их классификацию, устройство, принцип действия, процесс протекающий в рабочей камере экструдеров. А также рассмотрим некоторые модели зарубежных и отечественных экструдеров. Изначально экструзия использовалась для получения нитей макаронных изделий. Одним из известных макаронных прессов является конструкция макаронного пресса Томарса Джефферсона, который он сконструировал в конце 18 века в США. Этот пресс можно отнести к поршневому прессу, поскольку, как видно на рисунке, поршень, который входит в некое подобие рабочей камеры этого пресса, он создает давление в закрутом объеме и выпрессовывает макаронные пряди через фильеру или, как ее сейчас называют, матрицу. Дальнейшее развитие промышленности потребовало развитие непрерывных устройств для прессования. И прессы для пищевой промышленности и прессы для резиновой промышленности или для производства полимеров, они развивались параллельно. Вначале это были поршневые прессы. Например, для производства макаронных изделий или для производства для нанесения резиновой оплетки на электрический кабель. Однако поршневые прессы были неудобны тем, что они обладали прерывистым действием, не периодическим действием, оговорился. И промышленность требовала создания новых прессов непрерывного действия. И, как мы знаем, с древности, еще со времен Архимеда был известен Архимедов Винд. И именно его стали использовать в качестве рабочего органа таких прессов. И назвали этот Винд шнеком. Использование шнека позволило как сделать процесс непрерывным, так и значительно интенсифицировать переработку и обработку массы внутри рабочей камеры. Развитие шнековых макаронных прессов началось где-то в начале 19 века. Однако оно шло неспешно. И где-то в середине 19 века появляется первый шнековый пресс для резины. Основной этап развития шнековых прессов пришелся на первую половину 20-го столетия, когда была разработана теория и были созданы передовые конструкции по меркам того времени одношнековых прессов. Однако развитие продолжалось. И большим прорывом в создании шнековых прессов стало создание двух шнековых прессов с зацепляющимися витками шнеков. Это произошло в середине 40-х, 50-х годах 20 века. И уже к середине 70-х годов была разработана теория движения расплавленной массы внутри каналов двухшнекового экструдера. Например, этим занимались такие ученые, как Торнер и Шенкель. И со временем, уже практически к концу 80-х годов прошлого века, в пищевой промышленности, так же как и в производстве полимеров, переработке резины, пластиков, были созданы образцы двух шнековых экструдеров, которые имеют существенные преимущества перед одношнековыми. Именно двухшнековым экструдерам будет посвящена эта лекция. Экструзия от латинского extrudo, выталкивание-выдавливание. Это процесс переработки продуктов в экструдере путем размягчения или пластификации и придания им формы продавливанием через экструзионную головку, матрицу, сечение которой соответствует конфигурации изделия. Экструзия совмещает термо-, гидро- и механическую обработку сырья с целью получения продуктов с новой структурой и свойствами. В ходе процесса исходное сырье подвергается воздействию значительных скоростей сдвига, высоких температуры и давления. Переход механической энергии в тепловую приводит к различным по глубине изменениям в качественных показателях перерабатываемого сырья. В частности, происходит денатурация белков и клейстеризация крахмала. Диапазон сырья, подвергаемый экструдированию, охватывает широкий спектр различных, как неорганических, таких как алюминий и резина, так и органических материалов, в том числе пищевое сырье, растительного и животного происхождения. Экструзия используется в производстве пластиковых труб для водоснабжения и канализации, для нанесения полимерной изоляции на электрические кабели, для производства алюминиевых профилей и в пищевой промышленности. Холодная экструзия в пищевой промышленности используется более 200 лет. Холодная экструзия начала применяться в первой половине 19 века для производства макаронных изделий. В конце 40-х годов 20 века была разработана технология варочной экструзии, которая обеспечивала необратимые изменения сырья, в частности, почти полную клеистеризацию крахмала. Основное развитие техники и технологии экструдирования пришелся на 60-е годы 20 века. Так, исследования экструзии и экструдеров в Японии очень тщательно проводились вплоть до конца нулевых годов 21 века. За эти полвека появились экструдеры для различного сырья и продуктов, которые отличаются друг от друга физико-химическими и функциональными свойствами. А также была разработана теория горячей экструзии. На сегодняшний день различными видами экструзии получают составные части кормов для домашних животных, кондитерских изделий – шоколада, конфет, печенья, жевательные резинки, зефира, продукты детского и диетического питания, снеки, пеллеты, воздушные крупяные палочки, кукурузные, рисовые, перловые, хрустящие подушечки с начинкой, хрустящие хлебцы, а также компоненты овощных консервов и пищеконцентратов и широкий диапазон макаронных изделий. Метод экструзионной обработки позволяет получить ряд преимуществ. Интенсифицировать производственный процесс, повысить степень использования сырья, получить готовые к применению пищевые продукты или создать для них компоненты, обладающие высокой сгущающей, водо- и жироудерживающей способностью. Снизить производственные затраты, расходы тепла и электроэнергии, снизить трудовые затраты, расширить ассортимент пищевых продуктов, повысить усвояемость, снизить микробиологическую обсемененность продуктов, уменьшить загрязнение окружающей среды. В результате экструзии происходят существенные изменения и текстурирование не только на клеточном уровне, но и сложные химические, микробиологические, физические процессы и явления. Для осуществления процесса экструзии используются экструдеры различных конструкций. Шнековые, поршневые, дисковые и т.д. Отличительной особенностью экструдеров является то, что в одной машине происходит целый ряд процессов. Перемешивание, увлажнение, воздействие на обрабатываемые материалы, температуру и давление. Формование экструдата различной формы с помощью сменных матриц. В зависимости от температуры перед матрицей различают три основных вида экструзии. Холодную, тёплую и горячую или варочную. При холодной экструзии температура формуемой массы перед матрицей не превышает 50 градусов Цельсия. При тёплой температура находится в пределах от 60 до 100 градусов Цельсия. При горячей от 120 до 200 градусов Цельсия. При холодной экструзии происходят только механические изменения в материале вследствие медленного его перемещения под давлением и формования этого продукта с образованием заданной формы. Холодная также условно делится на крио-экструзию, протекающую при температурах ниже 273 кельвинов и так называемую тёплую экструзию, когда масса спекается в условиях температуры окружающей среды. А это в основном комнатная температура. Такая экструзия используется для производства макаронных изделий. Тёплая экструзия наряду с механическим воздействием осуществляется тепловое воздействие на обрабатываемый продукт. Причём продукт подогревается извне. Такая экструзия используется для производства лапши. быстрого приготовления, а также пилетов, которые в дальнейшем подвергаются дополнительной обработке перед их употреблением в пищу. Горячая или варочная экструзия обеспечивает вспучивание выпрессовываемого экструдата непосредственно при выходе из фильеры матрицы в результате резкого падения давления и температуры и мгновенного превращения воды в пар. При горячей экструзии основным показателем, определяющим технологические параметры процесса и качество экструдата, является вязкость экструдируемой массы. А степень деструкции крахмальных зёрен в процессе горячей экструзии может служить критерием оптимизации её технологических параметров. В данной лекции, говоря экструзия, будет подразумеваться только один вид экструзии. Это варочная или горячая экструзия. Если в какой-то части лекции будут упоминаться другие типы экструзии, об этом будет сказано дополнительно. Рассмотрим элементы, а также комплектность поставок двухшнековых экструдеров. Комплектность поставки и функционал двухшнековых экструдеров практически не отличается в зависимости от того, на какой фирме он был изготовлен. Экструзионные установки обычно включают следующие элементы. Дозатор сырья, прекондиционер и собственно экструдер. Дозатор сырья состоит из ёмкости для сырья, датчиков уровня, смотровых окон и питающего шнека. Прекондиционер состоит из горизонтальной цилиндрической ёмкости, внутри которой установлен вал с лопастями. В прекондиционере производится предварительная обработка сырья. Например, предварительное увлажнение, когда влажность сырья доводится до определенной влажности. Экструдер состоит из корпуса с нагревательными и охлаждающими элементами рабочих органов шнека, диска, поршня, профилирующей матрицы, узла экструзии, привода и контрольно-измерительной аппаратуры. Оставным рабочим органом экструдера является комплект самоочищающихся шнеков, которые позволяют исключить наличие канцерогенов и твердых частиц в конечном продукте. Особенно важно при производстве сухих завтраков и соевых текстуратов. А также с этим связано удобство обслуживания, заключающихся в отсутствии необходимости проводить разборку и чистку рабочих камер и шнеков при завершении работы. По типу рабочего органа различают экструдеры. Одно и двух шнековые, многошнековые, дисковые, поршневые, волковые, винтовые, шестеренчатые и комбинированные. Можно классифицировать экструдеры по частоте вращения рабочего органа. По конструктивному исполнению, по физическим параметрам и по рабочему давлению в предматричной зоне. Наибольшее применение в промышленности получили шнековые экструдеры. Они бывают одно-, двухшнековыми и многошнековыми. В пищевой экструзии обычно применяют одно- и двухшнековые экструдеры. Преимущество в использовании двухшнековых экструдеров состоит в том, что они обеспечивают точное объемное дозирование расплавленной массы, находящейся внутри машины, лучшее перемешивание и гомогенизацию расплава. Самоочищение шнеков от налипающей на них массы по сравнению с одношнековыми экструдерами. Следствием этих преимуществ является более высокое качество продукции, а также возможность переработки смесей с высоким содержанием жира и сахара. Одношнековые экструдеры могут быть с уменьшающимся шагом шнека, с увеличивающимся диаметром вала шнека, с коническим корпусом. Двухшнековые экструдеры бывают с зацепляющимися шнеками, с касающимися шнеками. Шнеки экструдера с касающимися шнеками могут вращаться как в одну, так и в разные стороны, в зависимости от направления винта шнека. Двухшнековые экструдеры с зацепляющимися шнеками могут иметь шнеки, которые вращаются как в одном направлении, так и в противоположных направлениях, в зависимости от нарезки шнеков. Если шнеки имеют одинаковое направление нарезки, то они вращаются в одном направлении. Если шнеки имеют разнонаправленную нарезку, то они вращаются в противоположном направлении. Направление вращения шнеков устанавливается таким образом, чтобы обеспечить транспортирование экструдируемой массы от окна загрузки к предматричной камере. Различают шнековые экструдеры по профилю пера шнека на трапециевидный и эллиптический. Корпус шнекового экструдера может быть цилиндрическим и коническим. При использовании двухшнековых экструдеров с зацепляющимися шнеками имеет место сложный характер движения массы в рабочем корпусе экструдера. Винтовой канал каждого из зацепляющихся шнеков разделен на S-образные камеры гребнями витков. Сопряженного шнека, между которыми, ввиду малости боковых зазоров, обмен материала не происходит. Материал, заполняющий камеру, продвигается вместе с вращением шнека к выходу из экструдера. При этом предотвращается свободное вращение материала, так как зацепляющиеся шнеки препятствуют этому. Важно отметить, что перетекание материала между шнеками Невозможно только лишь при соблюдении достаточно малого зазора между витками одного шнека и впадинами другого, а также обеспечение такого же малого зазора между гребнями витков и корпусом. Однако, при работе экструдера возникает износ как шнека, так и корпуса. По мере износа зазоры увеличиваются. Увеличивается зазор между гребнями витков шнека и корпусом. И между гребнями витков одного шнека и впадинами другого шнека. Важно обращать внимание на износ корпуса и шнеков. И проводить своевременный ремонт и замену этих деталей экструдера. Для обеспечения высокого качества процесса экструдирования и готового продукта. На слайде представлены фотографии шнеков и элементов шнеков. Двух шнековых экструдеров, которые выпускаются отечественными и зарубежными производителями. Широкое распространение получили наборные шнеки. Состоящие из шрицевого или шпоночного вала. На котором монтируются элементы шнека. Которые имеют различные шаг. Различную глубину нарезки. Форму нарезки. Либо же форма шнека, шнекового элемента, отличается от шнека и представляет собой какие-либо фигурные элементы. Так, как представлено на фотографии на слайде. Использование наборных шнеков позволяет гибко подходить к конфигурации шнеков внутри камеры экструдера. И в случае необходимости изменять эту конфигурацию в зависимости от того, какой продукт планируется выпускать в текущий момент. При наборке шнеков важно соблюдать определенный порядок. Так, обычно на загрузке ставят либо однозаходный, либо двухзаходный шнек трапециевидного или эвольвентного профиля с большим шагом между витками. Например, на экструдере R3CAT88 на загрузке стоит шнек с однозаходной резьбой и шагом между витками в 52 мм. Общая длина шнека составляет 200 мм. Таким образом, на длине шнека умещается почти 4 полных витка. Рассмотрим далее конфигурацию шнеков именно двухшнекового экструдера R3CAT88. После загрузочного шнека устанавливается транспортирующий короткий шнек длиной 100 мм и с шагом 35 мм. Таким образом, количество витков на длине составляет около трех. После транспортирующего шнека устанавливается пластифицирующий шнек длиной 200 мм с шагом 28 мм. И за этим шнеком устанавливается обратный шнек. Шнек с обратной нарезкой витка. Но при этом у этого шнека выполнены специальные прорези под углом 120 градусов друг к другу. Эти прорези шириной от 6 до 8 мм позволяют массе проходить к выходу из экструдера. Такая конфигурация позволяет собрать короткоствольный экструдер длиной 600 мм в рабочей зоне. И с использованием всего 8 шнековых элементов. По 4 на каждом из валов. Такие конфигурации используются для производства простых продуктов. Таких как хлебцы хрустящие, кукурузные палочки, колечки или экструзионный кукурузный крахмал. Для повышения качества экструдирования применяется трехкамерная конфигурация двухшнекового экструдера R3CAT88. В трехкамерной конфигурации добавляются еще по два шнековых элемента на каждый из валов. Эти шнековые элементы могут как повторять конфигурацию предыдущих корпусов, так и отличаться от них. Конфигурация этих шнековых элементов, устанавливаемых в третьем корпусе, подбирается в зависимости от целей экструзии и продукта, который планируется получать на данном экструдере. На слайде представлена фотография загрузочных и рабочих корпусов двухшнековых экструдеров R3CAT88. Рабочий корпус двухшнекового экструдера в России производится как из нержавеющей стали, что достаточно затратно, так и из горячекатанного прутка 38ХМЮА, который проходит азотирование рабочих поверхностей, при этом они приобретают нержавеющие свойства. Рабочими поверхностями корпуса являются шнековые каналы. Рабочие корпуса содержат место под установку термопары и каналы охлаждения. Каналы охлаждения позволяют пропускать сквозь корпус хладагент, например, холодную водопроводную воду и таким образом отводить излишки тепла. Это позволяет плавно и более точно регулировать температуру внутри рабочего корпуса, что повышает стабильность процесса экструзии и в некоторых случаях может повысить качество готовых изделий. Однако на моем производственном опыте могу сказать, что есть возможность работать на двухшнековом экструдере R3CAT88 без охлаждения рабочей камеры. Экструдер после прогрева и выхода на рабочий режим входит в так называемый автогенный, то есть самоподогревающийся и саморегулирующийся режим работы. Этот режим позволяет работать без охлаждения продолжительное время в том случае, если остальные части экструдера, то есть шнеки и формующий инструмент достаточно высокого качества, не имеют сколов, потертости и большого износа. Тогда работа без охлаждения не доставляет никаких проблем. Продукт выходит ровный по форме и качественный по показателям качества пищевых продуктов. Однако если износ корпуса и шнеков достаточно велик, или имеются потертости, или износ формующего инструмента, то работа без охлаждения может доставлять достаточно большие сложности. Тогда путем небольшого охлаждения порядка 1-1,5 литров в минуту достигают такого режима работы, когда температура по показаниям термопары составляет от 135 до 150 градусов Цельсия. В этом режиме производится широкий ассортимент экструдированных продуктов питания. Например, хлебца хрустящие, подушечки с начинками, некоторые виды экструзионного крахмала, например, из пшеничного крахмала. Для производства экструзионного картофельного крахмала очень желательно поддерживать температуру внутри камеры экструдера не менее 170-180 градусов. При производстве экструзионного картофельного крахмала подогрев рабочей камеры экструдера может стать насущной необходимостью. Наличие каналов охлаждения и их использование как в технологическом процессе, так и при остановке экструдеров добавляет заботу. Обычно для охлаждения рабочего корпуса используется проточная водопроводная вода. В зависимости от региона эксплуатации экструдеров, вода будет иметь разную жесткость. Соли жесткости, находящиеся в водопроводной воде, при испарении в каналах охлаждения последний, оседают на стенках каналов и со временем полностью закрывают проход. Прочистка каналов требует остановки экструдера практически на целый день. Снятие рабочего корпуса, выкручивание заглушек, которые изготавливаются из метово-алюминиевого или латунного прутка. Если заглушки не удавалось выкрутить, то они высверливались сверлом, что требовало нарезания новой резьбы на корпусе. Для предотвращения зашлаковывания каналов охлаждения было установлено дозатор Дозофос, который умягчал воду и снижал жесткость воды перед подачей ее в каналы охлаждения. Кроме прочистки каналов охлаждения механическим путем, можно поддерживать их чистоту другим способом. Расскажу вам об одном из них. Даже если мы поставили такие дозаторы, как Дозофос, для умягчения воды и снижения жесткости, все равно возникает необходимость в периодической прочистке каналов. Но эту необходимость можно оттянуть на более поздний срок. Каким образом? Я вам сейчас предложу один из таких вариантов. Когда я работал на эксклюзионном производстве, мы использовали соляную кислоту двунормальной концентрации. Что мы делали? Мы снимали с входного патрубка, который подает водопроводную воду в каналы охлаждения, снимали арматуру. И на этот патрубок надевали шланг прозрачный. И в этот шланг очень аккуратно заливали соляную кислоту. До тех пор, пока она не появлялась из сливного шланга, который в это время был опущен в канализацию. И мы это делали, соблюдая строгие меры техники безопасности. А именно, при работе с соляной кислотой мы использовали специальные защитные очки, косынку или защитные устройства для головы. Одевали респиратор и резиновые перчатки на руки. И при этом, соблюдая эти предосторожности, необходимо было следить за тем, чтобы эта кислота при заливе не расплескалась. Именно для этого мы применяли прозрачный шланг. При этом шланг крепился двумя хомутами на входном патрубке, через которую обычно подается вода на охлаждение рабочего корпуса. Это позволяло продлить период между механическими очистками. Например, если мы не используем дозатор дозафос, и жесткость воды составляет 11-12 единиц, такая жесткость у воды в городе Орле, где я работал на этом производстве, то между прочистками канала проходило где-то 2,5-3 месяца. 2,5-3 месяца, но уже к концу этого срока каналы практически полностью забивались. Если мы используем прочистку с помощью соляной кислоты между механическими прочистками, то если мы заливаем соляную кислоту хотя бы раз в месяц, то механическую прочистку можно делать примерно раз в 5-6 месяцев. Однако, если мы одновременно используем три метода, и устанавливаем дозатор дозафос, и прочищаем соляной кислотой, и используем механическую прочистку, то при использовании дозаторов дозафос и прочисткой соляной кислотой раз в 1 месяц, раз в 1,5 месяцев, то механическая очистка будет требоваться где-то примерно раз в 8-9 месяцев. Это значительно сокращает простое оборудование, и позволяет быть уверенным в том, что каналы охлаждения работают так, как нужно нам, для достижения высокого качества выпускаемой продукции. Процесс экструзии протекает при высокой температуре от 120 до 200 градусов Цельсия, и давлении от 5 до 20 мегапаскаль. Сухая смесь для корпуса готовых завтраков проходит зоны загрузки, смешивания, пластикации, сжатия и выпрессовывания. Основные изменения протекают в крахмально-белковом комплексе исходного сырья. Крахмал, содержащийся в пшеничной и овсяной муке, в процессе высокотемпературной экструзии, под воздействием влаги, температуры, механических напряжений, подвергается сложным превращениям, что приводит к изменению его физико-химических свойств. В процессе экструзии крахмал клеистеризуется. Во время обработки крахмала при высоких температурах от 180 до 200 градусов Цельсия начинается разложение крахмала с выделением газообразных продуктов. Одновременно с клеистеризацией крахмала происходит изменение структуры белков, содержащихся в обрабатываемом сырье. В процессе переработки происходит нарушение упорядоченности внутреннего строения молекулы белков, которое характеризуется изменением их растворимости, вязкости и устойчивости к действию ферментов. Витамины являются термонестабильными веществами. На степень сохранности витаминов влияет режим обработки сырья. Величина температуры, давление, продолжительность обработки сырья. Поскольку витамины являются термонестабильными веществами, сомнительным является возможность внесения витаминно-белковых комплексов перед экструзией. Сухая смесь сырья, проходя последовательно зоны загрузки, пластикации и выпрессовывания, размягчается и переходит в расплавленное состояние. Молекулы белков под воздействием механических напряжений вытягиваются в направлении воздействия. В зоне сжатия расплав подвергается сжатию до давления 20 мегапаскаль и температура достигает 200 градусов Цельсия. Материал продавливается через матрицу с отверстием заданной формы. В момент выхода материала деформации релаксируют, влага частично испаряется. В результате резкого перепада давления и температуры происходит взрывное испарение влаги, содержащейся в расплаве. И образование структуры полуфабриката. При этом экструдаты из белкового сырья приобретают волокнистую структуру, а экструдаты из крахмального сырья – пористую. Длительность пребывания материала в экструдере от 30 до 90 секунд. Длительность пребывания зависит от производительности экструдера. Важно отметить, что указанные выше температуры измерялись с помощью термопары, установленной в корпусе экструдера. Однако термопара, которая установлена в корпусе экструдера, замеряет температуру корпуса, а не расплавленной массы. По некоторым исследованиям, температура расплавленной массы как минимум на 50-70 градусов выше той температуры, которую регистрирует термопара, установленная в рабочем корпусе. Это важно учитывать при настройке экструдера на рабочие параметры и контроль за этими параметрами в процессе работы. Экструдаты, получаемые из белкового сырья, например, из сои, Сейчас используются для производства искусственного мяса, или, как его еще называют, заменителей мяса, или растительного мяса. Экструзия растительного мяса – это отдельная, объемная лекция. И в рамках данной лекции экструзия растительного мяса не рассматривается. Крахмальное сырье является на текущий момент, на момент записи этого видео, то есть начала 2021 года, является одним из наиболее популярных типов экструзии. Из крахмального сырья получают большую часть экструдатов. Это кукурузные и гречневые палочки, хлебцы хрустящие, колечки, подушечки с начинками. Когда мы говорим про переход механической энергии в тепловую, важно помнить, что есть такой параметр, как Specific Mechanical Energy. Он является интегральным показателем эффективности работы экструдера, который учитывает производительность, мощность и другие параметры экструдера. Расчет SME Specific Mechanical Energy проводится по формуле, представленной на слайде. Из расшифровки формулы вы можете понять, какие именно параметры учитываются при расчете. Чем ниже Specific Mechanical Energy, этот параметр, тем более эффективным является экструдер. Рассмотрим отечественные и зарубежные экструдеры для производства экструдируемых продуктов питания. В этом разделе я буду не только показывать слайды с фотографиями и техническими характеристиками экструдеров, но также буду демонстрировать запись сайтов производителей экструзионного оборудования. Кроме этого, в описании вы можете увидеть ссылки на сайты производителей экструдируемого оборудования. Я надеюсь, что такой формат лекции для вас будет наиболее полезным. Когда вы вначале прослушаете описание экструдеров, которые производятся в настоящее время, или которые используются в производстве, а потом посмотрите на текущее состояние вопроса с точки зрения фирмопроизводителей. То есть, с точки зрения того, а какие экструдеры сейчас предлагаются на рынке. Таким образом, у вас сложится достаточно полная картина в области экструзионного оборудования пищевых производств. Несмотря на то, что некоторые из рассмотренных дальше экструдеров уже сняты с производства, они до сих пор применяются на производстве. Компания Венгер США более полувека выпускает пищевые варочные экструдеры. Флагманской моделью экструдеров компании Венгер является двухшнековый экструдер C2TX с коническими зацепляющимися шнеками, вращающимися в одну сторону. Скорость вращения шнеков может регулироваться от 500 до 1200 оборотов в минуту. Во время работы экструдера можно регулировать скорость вращения шнеков, количество влаги, подаваемой на увлажнение в рабочий корпус. Длительность прекондиционирования и измерять давление в предматричной камере экструдера. К сожалению, сейчас официальный сайт компании Венгер дает очень мало информации об экструдерах, производимых компанией. Мне удалось найти подробное описание и фотографию экструдера C2TX на сайте webarchiv.org. Ранее на странице описания приводились графики изменения давления в шнековой камере экструдера и таблица с характеристиками экструдера. Сейчас на сайте есть только фотография и пару строчек описания. На начало 2021 года экструдер с коническими шнеками компании Венгер является одним из самых высокопроизводительных экструдеров в мире, производительность до 16 тонн в час. Уступая только одношнековому экструдеру X280 серии Optima, также выпускаемому компанией Венгер, производительность которого достигает 30 тонн в час. Их мы рассмотрим подробнее. Экструдеры серии Optima выпускаются пяти модификаций, отличающихся друг от другом диаметром шнека, от 115 до 280 мм. Экструдеры Optima комплектуются клапанами обратного давления, которые устанавливаются в последнем рабочем корпусе для контроля давления и регулирования величины SME, удельной механической энергии. Узнать больше про SME вы можете, перейдя по тайм-коду в описании. В среднем рабочем корпусе устанавливается клапан для контроля давления в середине экструдера, который позволяет повысить величину SME на 50% по сравнению с экструдерами без такого клапана. Кроме этих экструдеров компанией Венгер выпускаются двухшнековые экструдеры серии Magnum ST. Серия Magnum ST идеально подходит для применения требующих высокого крутящего момента при низких скоростях вала экструдера и для смеси требующих повышенного крутящего момента. Экструдеры серии Magnum ST, в которых используются два шнека с параллельным валом, идеально подходят для уникальных процессов, требующих экстремальных рабочих параметров. Благодаря повышенной гибкости технологического процесса и возможности изменения скорости, серия Magnum ST особенно подходит для процессов, требующих высоких значений SME, для непрерывных физических и химических реакций переработки высоковязких смесей. Интересно, подойдет ли этот экструдер для экструзии топиокового крахмала, славящегося своей высокой вязкостью и адгезией, такой высокой, что экструдер самопроизвольно останавливается спустя полчаса после начала производства, так как высокая адгезия расплава топиокового крахмала в рабочей камере экструдера склеивает шнеки настолько сильно, что они перестают вращаться. К сожалению, подойдет ли экструдер компании Wenger серии Magnum ST для экструзии топиокового крахмала, об этом на сайте Wenger не написано. Компания Andritz производит экструдеры для кормов для аквакультур. При производстве кормов для аквакультур важно учитывать характеристики корма для конкретных видов рыб и моллюсков. Andritz предлагает уникальные высокопроизводительные экструзионные линии для производства всех видов кормов для рыбы и моллюсков. Экструдеры Andritz обеспечивают требуемые физические свойства корма. Здесь следует отметить, что некоторые виды рыб плохо воспринимают экструдированные корма, поскольку при экструзии нарушается структура белка. И для некоторых видов рыб такое нарушение может негативно повлиять на их жизнедеятельность. Так, некоторые виды рыб можно кормить только белком, который содержит третичную и четвертичную структуру. А поскольку при экструзии эти структуры разрушаются и остается только первичная и вторичная структура белка, то таким кормом некоторые виды рыб кормить нельзя. При употреблении в пищу эти рыбы могут помереть. Однако вернемся к экструдерам фирмы Andritz. Одношнековые экструдеры Andritz представляют собой новейшую технологию, обеспечивающую высокое качество кормов для аквакультур при минимальных эксплуатационных расходах. Экструдер EX-1250 обладает производительностью от 10 до 20 тонн в час, высокой гибкостью обработки, удобным дизайном для эксплуатации и обслуживания. Экструдер модели EX-1021 обладает производительностью от 2 до 12 тонн в час, а также низкими затратами на обслуживание и низкоизнашиваемые детали. Экструдеры модели EX-617 и EX-620 обладают производительностью от 1 до 10 тонн в час, славятся недорогим обслуживанием и низкоизнашиваемыми деталями. Экструдеры Andritz можно использовать для производства следующих видов кормов для аквакультур. Это быстро тонущий корм, медленно тонущий корм, плавающая подача кормов и корм с высоким или низким содержанием масла. Запатентованная система Andritz ECS – надежная система для точного контроля степени расширения экструдата. Система ECS контролирует точность и эффективность скорости экструзии независимо от рецептуры, качества сырья и навыков оператора. ECS контролирует плотность экструдатов на выходе из экструдера. Экструдеры фирмы Clextral – это одни из первых экструдеров, которые появились на отечественных пищевых предприятиях. Clextral начали разработку и выпуск экструдеров еще в 80-е годы 20 века. В середине 80-х годов в СССР была создана инженерно-техническая документация для производства аналогов экструдера BC-72 на отечественном машиностроительном заводе Arsenal в Ленинграде. Отечественный экструдер, получивший имя R3CAT-88, был практически точной копией французского экструдера Clextral BC-72. Как в механическом, так и электрическом плане. За тем исключением, что техническая и конструкторская документация была адаптирована под реалии отечественного машиностроительного производства и конструкция была приспособлена к производству из тех сортов и марок металла, которые производились на отечественных металлургических предприятиях. Так, R3CAT-88 стал поставляться в базовой комплектации в двухкорпусном исполнении, имея возможность установки и третьего рабочего корпуса. В то время как экструдер Clextral BC-72 всегда поставлялся только в трехкорпусном исполнении и возможности поставки в двухкорпусном не имел. Позднее, в конце 90-х, начало нулевых годов 21 века, на базе R3CAT-88 был разработан экструдер Штак-72, производство которого прекратилось в середине десятых годов 21 века в связи со смертью господина Штака, основателя и руководителя ООО «Апрель». Цифры в нумерации экструдеров означают следующее. Для экструдеров Clextral цифры – это расстояние между центрами валов шнеков. BC-72 – это 72 мм, BC-45 – это 45 мм, BC-21 – это 21 мм. Для экструдера R3CAT-88 число 88 – это диаметр рабочих каналов рабочего корпуса экструдера. При этом внешний диаметр шнеков составляет 87,5 мм. Фирма Clextral продолжила разработку экструдеров и за последние 10 лет вывела на рынок новую серию экструдеров под торговой маркой Evolium. Ключевые особенности экструдеров Clextral Evolium – адаптированные мощности и скорости. В зависимости от перерабатываемой продукции компания предлагает экструдеры со скоростью вращения шнеков до 1200 оборотов в минуту и интенсивностью крутящего момента до 12 Нм на кубический сантиметр, что позволяет обеспечивать установленную мощность, прекрасно адаптированную к нуждам потребителя. Оптимизация температурного режима, передовые всесторонние исследования и разработки, проводимые в Clextral, конструкция рабочих корпусов Evolium обеспечивает наилучшее охлаждение и точный контроль профиля температуры. Простое масштабирование. Серия Evolium разработана с учетом возможности увеличения количества корпусов. Запатентованный способ разборки корпуса. Clextral предлагает использовать функцию гидравлического открытия корпусов для получения доступа к профилю шнеков, не прибегая к утомительному извлечению валов. Модульный принцип. Благодаря своему присутствию во всех областях использования двухшнековой экструзии, Clextral предлагает самый широкий ассортимент шнековых элементов и конструкций рабочих корпусов. Усовершенствованный контроль за технологическим процессом осуществляется с помощью специальной системы FLK, которая безупречно контролирует работу экструдера и его вспомогательных устройств и легко координирует работу всей линии. Линейка экструдеров Evolium состоит из шести моделей. Младшая модель Ev-25 имеет диаметр шнека 25 мм, а длину корпуса 100 мм. Старшая модель Ev-145 имеет диаметр шнека 145 мм, а длину корпуса 580 мм. Комбинируя корпуса между собой и увеличивая длину корпуса, можно достичь различных сочетаний длины корпуса к диаметру шнека. До середины десятых годов 21 века на рынке была итальянская компания Павана в Маппимпиаде, которая выпускала не только экструдеры, но и макаронные прессы. Сейчас компания является частью холдинга Геогрупп, которая объединяет производителей оборудования для разных отраслей промышленности, не только пищевой промышленности, но и угольной, нефтяной и так далее, и аграрных предприятий. Для пищевой промышленности компания производит оборудование для мукомольных, молочных, масложировых, хлебопекарных заводов, макаронных и кондитерских фабрик. Технологические решения в экструзии от компании Геогрупп позволяют получать продукты, соответствующие требованиям, из сырья широкого ассортимента. Компания предлагает 4 линейки экструдеров, 2 линейки одношнековых экструдеров и 2 двухшнековых. Модель F представляет собой одношнековый экструдер, предназначенный для формования макаронного теста при заданной температуре, предварительно гомогенизированного сырья с использованием сменных матриц. В отечественной литературе такие экструдеры называются макаронными прессами. Модель G представляет собой 6-корпусной одношнековый варочный экструдер с малыми сдвиговыми усилиями. Экструдер работает непрерывно и автоматически. На экструдере допускается перерабатывать широкий ассортимент муки и зерновых, картофельный крахмал как в чистом виде, так и в виде сыпучих смесей. Экструдер оснащен дозаторами сыпучих и жидких компонентов, высокоскоростным смесителем сухой смеси, камерой предварительного увлажнения, экструзионной установкой, состоящей из двигателя с регулируемой частотой вращения, редуктора и группы упорных подшипников. Кроме того, экструдер оснащен шнеком принудительной подачи, шнеком с пропаривателем модульного типа, рабочими корпусами, в которых температура процесса регулируется независимо, периферийной экструзионной системе в комплекте с узлом резки. Варочный экструдер ТТ применяется для переработки широкого спектра крахмала, содержащего сырья. Экструдер ТТ представляет собой модульную машину, рабочая зона которой состоит из нескольких рабочих корпусов. Рабочие корпуса могут выполняться в закрытом исполнении и в исполнении в виде двухстворчатого кожуха для модели ТТ-70. ТТ-92 Эво – это двухшнековый экструдер с самой высокой мощностью, позволяющей производить широкий ассортимент продуктов с производительностью до 1200 кг в час по пилетам из зерновых. Он оснащен высокоскоростным смесителем для обеспечения гидротации муки, большей емкостью для замеса, обеспечивающей правильное распределение влаги в объеме сухой смеси сырья, вертикальным шнеком принудительной подачи увлажненного сырья в рабочий корпус экструдера, мощный двигатель с регулируемой частотой вращения оснащен предохранительной муфтой, двухступенчатой коробкой передач с высоким крутящим моментом. Конструкция экструдера включает длинный ствол, состоящий из нескольких рабочих корпусов и два вращающихся в одном направлении шнека, которые гарантируют достаточную гомогенизацию расплава перед подачей его в зону прессования. Экструдеры TT и TT-92 EVO представляют собой модульные машины с несколькими рабочими корпусами, системами подогрева и охлаждения для поддержания заданной температуры в каждом из корпусов. Корпуса могут быть оснащены выходным отверстием, отверстием для подачи пара жидкости и вентиляционным отверстием, при атмосферном давлении и под вакуумом в соответствии с конкретными потребностями. Фирма Bueller выпускает многофункциональные двухшнековые экструдеры Polytwin, EcoTwin и Compact Twin, которые обеспечивают гибкий, надежный и круглосуточный выпуск сухих завтраков, пищевых ингредиентов, кормов для домашних животных и аквакультур. Эти экструдеры отличают низкую стоимость эксплуатации в течение всего срока службы, широкий спектр применения и современные технологии для надежного управления технологическим процессом. Рабочая часть корпусов экструдера чрезвычайно устойчива к износу, что продлевает срок их службы. Служба сервиса фирмы Bueller способна путем измерения износа корпуса своевременно обнаружить этот износ и гарантировать, что замена рабочих корпусов будет исполняться только при необходимости. Высокий крутящий момент, регулируемая скорость вращения шнеков и переменное давление на двухшнековых экструдерах обеспечивает превосходную гибкость для удовлетворения различных требований процесса. Модульная конструкция позволяет настраивать каждую машину в зависимости от требований производства пищевого продукта. Система управления экструдером выполнена таким образом, что позволяет хранить рецептуры продуктов в памяти компьютера системы управления, что дает возможность обеспечивать неизменно высокое качество конечного продукта. Также это помогает свести к минимуму ошибки в процессе работы операторов экструзионных установок и ускоряет переключение между различными рецептами. Многие компании-производители экструдеров очень красочно расписывают преимущества своих экструдеров в плане мощности, производительности, удобства обслуживания. Однако забывая упомянуть о том, что для того, чтобы реализовать эти преимущества, необходимо также приобретать как сырье высокого качества, кроме этого приобретать запчасти для этих экструдеров и чаще всего запчасти компании-производители требуют приобретать у них самих. Развитие китайской экономики привело к появлению недорогих экструдеров китайского производства, с помощью которых можно получать продукцию, основанную как на простой экструзии – хлебцы, колечки, мюсли, пеллеты, так и коэкструзионную продукцию – палочки и подушечки с начинками. Двух шинековые экструдеры выпускаются в Китае фирмами Saibai Nuo и Saixin. Могу ошибаться в произношении. Экструдеры фирмы Saixin выпускаются трех модификаций – DZ652-3, DZ852-3 и DS56-3, отличающиеся друг от друга производительностью по готовому продукту. Все модификации экструдеров комплектуются автоматизированной системой управления, системой подачи воды в рабочую камеру, дозатором сырья и набором сменных фильер. Модельный ряд экструдеров серии SLG фирмы Saibai Nuo представлен семью экструдерами разной производительности. Шнеки экструдеров фирмы Saibai Nuo азотированы, что продлевает срок их службы. В систему управления экструдером встроена автоматическая система слежения и контроля температуры в рабочей зоне, что позволяет выпускать высококачественные коэкструзионные продукты питания. Применение системы частотных преобразователей позволяет плавно регулировать параметры процесса экструзии, а принудительная система смазки предохраняет привод экструдера от преждевременного износа. Не только в экструзионных установках китайских фирм используется автоматическая система слежения и контроля температуры, а также автоматизированные системы управления и системы подачи воды в рабочую зону. Все данные компоненты присутствуют и на всех остальных выпускаемых экструдеров из нашей лекции. Поэтому дать какое-то преимущество перед другими экструдерами в пользу китайских по этим параметрам не предоставляется возможным. За цену более высокую, чем мы могли бы купить эти запчасти на открытом рынке. Таким образом, заявление о том, что зарубежные экструдеры быстро окупают себя в производстве необходимо подвергать определенным сомнениям. Это важно знать и учитывать при подборе экструзионного оборудования для своей компании. Одношнековые экструдеры нашли широкое применение в пищевой промышленности на малых предприятиях. Одношнековые экструдеры имеют следующие марки. ЭКП-100, МПП-1.2, Э2Ш-60 и ШТАК-80. Некоторые из этих экструдеров более не выпускаются. Например, ШТАК-80. И также не выпускается ШТАК-72, о котором мы поговорим чуть позже, поскольку компания Апрель прекратила свою деятельность. На одношнековых экструдерах выпускаются изделия. Хлебцы, хрустящие подушечки с начинками, кукурузные палочки, колечки, хлопья, полуфабрикаты для чипсов, комбикорма, корма для животных. Однако, качество этих продуктов невысоко, поскольку одношнековые экструдеры не могут обеспечить достаточную проработанность расплава перед его выпрессовыванием. Что, в свою очередь, приводит к невысокому качеству готовых изделий. Из двух шнековых экструдеров, которые выпускались на территории России, в настоящее время выпускается только R3CAT-88. Штаг 72, как я уже выше говорил, более не выпускается. Однако Штаг 72 имеет взаимозаменяемые детали с экструдером R3CAT-88. Корпуса, шнековые элементы, валы идентичные друг другу. Экструдер R3CAT-88 двухшнековый и предназначен для производства сухих завтраков различного вида. Хлопьев, шариков, колечек, подушечек с начинками, плоских хлебцов, кукурузных палочек, чипсов, модифицированного крахмала, детского питания, текстурированных соевых продуктов, гранулированных кормов для домашних животных и птиц. Основным рабочим органом экструдера является комплект самоочищающихся шнеков, которые позволяют исключить наличие канцерогенов и твердых частиц в конечном продукте. Особенно важно при производстве сухих завтраков и соевых текстуратов. А также с этим связано удобство обслуживания, заключающихся в отсутствии необходимости проводить разборку и чистку рабочих камер и шнеков при завершении работы. Экструдер комплектуется двухшнековым дозатором сухой смеси, насосом-дозатором с бункером для жидких составляющих рецептур, навесным режущим устройством и комплектом сменных матриц. Технические характеристики экструдеров выпускаемых или когда-либо выпускавшихся в России представлены на слайде. Производительность экструдеров составляет от 15 до 250 кг в час, а мощность главного электродвигателя от 5,5 до 75 кВт. После того, как мы рассмотрели устройство, принцип действия, а также некоторые модели отечественных и зарубежных экструдеров в этом видео, предлагаю также посмотреть, какие неполадки бывают при эксплуатации экструдеров и как их можно устранять. Я сделал таблицу, в которой перечислены некоторые неполадки, их причины и пути устранения. Сейчас вы видите эту таблицу на экране. Я не буду зачитывать вслух всю эту таблицу, только лишь остановлюсь на некоторых моментах. Иногда из формующего инструмента выходит рваный экструдат с, скажем так, с дырочками. Это особенно заметно при выпуске коэкструдированных изделий с начинками, потому что если из матрицы выходит рваная оболочка, или как ее по-другому называют корпус изделия, то через эти отверстия в корпусе начинка выливается, что повышает ее потери. Это может быть по двум причинам, как минимум по двум причинам. Первая причина – это неправильный монтаж матрицы и неправильная ее подготовка к работе. Где-то образовался заусенец. Когда матрицу монтировали на экструдер, то этот изглусенец не заметили. Или же во время монтажа образовался заусенец по тем или иным причинам. Соответственно, необходимо останавливать экструдер и привести матрицу в надлежащее состояние. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что на шнеках образовались заусенцы. Эти заусенцы обычно образуются на боковых поверхностях витков шнека. Чтобы от них избавиться, необходимо остановить машину, промыть шнеки, очищая их тщательно от налипшей массы. И после этого, осушив шнеки от воды после их промывки, использовать либо напильник, например, драчевый, чтобы снять эти заусенцы с боковых поверхностей шнеков. Напильник это долго в применении. Поэтому я рекомендую использовать специальные насадки на дрель. На дрель вы можете приобрести специальные насадки круглые из резины. И на эту насадку поставить, например, вырезанную также по кругу наждачную бумагу. Например, нулевку. После этого, аккуратно прислоняя рабочую дрель с вращающимся кругом, аккуратно прислоняя к боковой поверхности витка шнека, вы счищаете эти заусенцы. Усердствовать не нужно. То есть, вы их счищаете до тех пор, пока на ощупь эта боковая поверхность не будет гладкой. Как только эта боковая поверхность станет гладкой, вы ставите на круг наждачную бумагу более мелкую, например, сороковую. И проходите еще раз, аккуратно, практически не надавливая на боковую поверхность шнека. И счищаете оставшиеся заусенцы. После этого снова промываете шнеки водой. Вы собираете шнеки в корпуса и промываете еще раз, включаете экструдер, включаете вращение шнеков на холостом ходу, снимаете матрицу и промываете, например, теплой водой, заливая ее через загрузочное устройство, допустим, из ведра, из ковша, чтобы этот напор воды шел очень быстро через эти шнеки. При этом скорость вращения шнеков рекомендуется устанавливать где-то на одну треть от номинальной. После промывки эту воду вы полностью сливаете из корпусов, ставите на место переходный фланец, матрицу и можно запускаться и работать. Обычно этих двух моментов достаточно, чтобы восстановить работоспособность экструдера. Если же рваная оболочка продолжает идти, то что мы обычно делали, когда я работал на производстве? Мы проверяли. Это, опять же, можно сделать и во время разборки экструдера. Во-первых, зазоры между шнеком и корпусом. Во-вторых, выработка каналов корпуса, в которых установлены шнеки. Далее, посмотреть выработку в переходном фланце, в каналах, которые сходятся в один. Насколько там серьезная выработка. То есть, провести обычное техническое обслуживание. Если с этим все в порядке, но рваная оболочка продолжает идти, посмотреть, вспомнить, а не менялось ли сырье, на котором вы работаете. Если вы работали, допустим, на сырье одного производителя и перешли на сырье другого производителя, то я бы взял и отдал это сырье на анализ. То есть, посмотрел, какие показатели качества этого сырья. Сколько там белка, жира, углеводов, глютена, может быть, металломагнитные примеси померил. То есть, посмотреть, насколько отличается одно сырье от другого. Например, когда мы работали с разным видом сырья, мы могли работать при выпуске хлебцев хрустящих, мы могли работать только на муке, которая производилась из зерна, произоставшего в Курской или Белгородской области. К сожалению, мы не смогли выяснить, почему именно так. Но мука из Курска и Белгорода, которые производились на тех хлебоперерабатывающих предприятиях, она подходила больше для экструзии. Она была чуть дороже, чем мука из Орла. Но, к сожалению, качество Орловской муки не удовлетворяло нас именно по тому, как она шла через экструдер. В этом сырье тоже может заключаться причина. Сейчас я специально так долго рассказывал про этот момент, чтобы вы могли посмотреть таблицу с неполадками, которую я перещелкивал перед вами. Если вам нужно посмотреть ее более подробно, вы можете вернуться в этом видео назад, остановить те слайды, которые вас заинтересовало, и посмотреть их более подробно. Спасибо вам за внимание, за то, что вы досмотрели эту объемную и подробную лекцию до конца. Она была посвящена устройству, принципу действия, процессу, который протекает внутри экструдеров для высокотемпературной и кратковременной экструзии. Также мы затронули в некоторой степени техническое обслуживание этих экструдеров. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok